Конечно же, некто. Так, все, меня слышно, да? А, слушайте, люди подтянулись прямо вот на этом самом, по скайпу больше. Здорово. Слушайте, ну, значит, немножко мне непонятно, если честно, вот, насколько вновь прибывшие люди, значит, просмотрели или почитали консенча там, или посмотрели, ну, давайте я не буду, по крайней мере, все повторять, и даже частично. Я просто, может быть, буду чуточку более подробно поначалу говорить, а если будут какие-то вопросы, даже вот в предположении, что я уже это на предыдущих лекциях объяснил, то вновь прибывшие люди вполне могут эти вопросы задавать даже во время лекции, если что-то. Ну, не каждую секунду, но иногда. Вот, в этом ничего плохого нет, а хорошее, наоборот, в общем-то, есть. Вот. Вообще, на самом деле, нужно было мне, в принципе, наверное, составлять оглавление, но вот уже про, даже это же можно сделать уже задним числом, про существующие вот эти лекции, просто вот как делают, когда блогеры там в ютубе, не обязательно делать временную разметку, ну, хотя бы там примерно о чем это, да, там писать в описании. Ну, что, если, ну, что, ну, так иначе очень трудно, не смотреть же там, допустим, 10 или сколько там, 8 лекций, если ты что-то конкретное хочешь, там, правильно я говорю, да? Ну, у нас же вроде там. А, да? То есть это не люди, у блогеров в смысле. Ну, окей, значит, на чем мы давайте остановились. Значит, давайте я примерно, чтобы хоть, ну, чуточку мне все-таки придется, наверное, сказать. Значит, мы строим то, что называется L-бесконечность-морфизм. Значит, из поливекторных полей на векторном пространстве в комплекс Хукшельда алгебры А, где А. Но только, если говорить серьезно, то нужно сдвинуть на единицу, потому что мы же между, это должно быть алгебра Ли, чтобы было, и то, и другое, после сдвига на единицу, это даже алгебра Ли, значит, где вот это преномы, симметрическая алгебра В со звездочкой, и размерность В меньше бесконечности, и поле наше это С. Можно R тоже, в принципе. Но лучше пока вот считать, что С. Вот. Вообще можно и Q, но для Q, для Q это тоже верно, но для Q доказательство имеет принципиально другой нетривиальный шаг, который вот так непонятно сделался. Вот, а мы, значит, этот бесконечный, этот морфизм строим. У него, значит, есть вот компоненты Тейлора, так называемые, которые выглядят вот следующим образом. Значит, вот это, давайте я не буду, ну, вот, да, вот так. Потом, значит, У2 из внешнего квадрата поливертонных полей В в Хохшельд, вот этого самого симметрических В со звездочкой, сдвинутая на минус 1, там и так далее. Значит, Укатая должно бить из лямбда К поливертонных полей от В, значит, Хохшельд от симметрической алгебры от В со звездочкой, сдвинутая на минус К плюс 1. Вот. И мы должны вот эти все бесконечные такие штуки построить. И я объяснял, там, на самом деле, можно, ну, будет дать ссылку на вполне конкретную лекцию, значит, что на самом деле морально, если у нас есть такой бесконечный сморфизм из G1 в G2, где G1 и G2 это даже алгебра Ли, вот, то это означает более-менее то же самое, что я беру некоторую свободную резольвенту из G1 и отображаю в G2. И смысл в том, что на самом деле, когда я отображаю свободную резольвенту, я на самом деле, ну, у меня ситуация становится немножко более такой подвижной, как говорят, flexible. То есть я могу, ну, просто вот на самом деле, если у меня есть, например, честное отображение из алгебры Ли G1 и G2, то, естественно, есть проекция из резольвента сюда, вот, просто проекция, которая квазизоморфизма, ну, и у меня получается такая вещь. Но в обратную сторону это неверно, то есть вот в эту сторону нет никакого отображения, поэтому, как бы, строить из таких вот резольвент, это дает некоторую большую свободу. И я объяснял довольно многое, я не буду сейчас повторять, вот, если будут вопросы, могу постараться написать там ссылки на какие там файлы на YouTube, это вот то или другое говорится, значит, что вот это вот на самом деле то же самое. Вот, построено, ну, для некоторых фиксированные резольвенты, это то же самое. Вот, вот это вот строится. Вот, и это должно, значит, удовлетворять некоторым условиям, которые все равно не грех нам сегодня выписать, потому что они сегодня нам понадобятся, эти условия. Вот, я опять-таки вот просто выпишу и не буду мотивировать, потому что, ну, просто это уже будет, ну, я просто всю лекцию об этом переговорю. Вот, и, значит, давайте я вот здесь вот напишу вот эти условия, которым это все дело должно удовлетворять. То есть, вот, то есть для каждого n, ну, или там, сейчас посмотрим, как тут написано, k или n. Сейчас, вот, стонечка. Да, вот, для каждого, значит, n больше либо равно 1 должно быть такое условие, что, значит, вот у n от этих n поливекторных полей, вот, ну, вот, да, тут... Ну, вот, я бы так написал d Хокшельда, сейчас мы вот это вот чуть-чуть разобьем. Вот, от f1, fm, их другое количество, да. Вот, значит, минус... Да, вот на этой алгебре и на поливекторных полях нет дифференциала, то есть он равен нулю, вот, плюс, значит, сумма... То есть, в принципе, если бы он был, была бы разница двух дифференциалов, вот, плюс, значит, как это написать... Вот, сумма по i меньше g, тут некоторые знаки стоят, тут стоит у n-1, тут стоит скобка гамма-итая с гамма-житом, а тут теперь все остальные, вот, в которых нету гамма-итая и нету гамма-житых. gамма-н тоже от f1 fm. Да. Да. Вот, и теперь еще вот такой член последний. Это значит скобка Ли в левой алгебре Ли, а сейчас будет скобка Ли в правой алгебре, то есть скобка Герсон-Хаббера. Плюс 1,2, значит тут будет сумма, пока L больше либо равно 1, K плюс L равно n. Вот, значит, вот так, L! Тут будет сумма по всем перестановкам, sigma n, вот, и тут будет, значит, скобка Герсон-Хаббера. Вот это, значит, скобка с Хоутона, вот здесь стоит, или с Хоутона Нинхейса, как она называется, а тут стоит скобка Герсон-Хаббера у КТ от sigma 1, gamma, sigma k, вот, и это нужно, значит, взять вот с у L от gamma, sigma k плюс 1. Гамма, sigma n, вот, и вот это взять от f1 fm, и вот это все должно быть равно нулю, значит, для любого n. Ну вот мы это просто, это вообще люди, которые ходили, они это видят не в первый раз, вот, а понять, что это такое с первого раза невозможно, но повторять это, это там повторять очень много, поэтому, в общем, призываю вас просто посмотреть все лекции, ладно, я напишу, вот, сегодня постараюсь написать, какие файлы, значит, вот они релевантны, вот, к тому, чтобы это понять. Вот, значит, ну и, соответственно, вот при n равно единице, а вот у нас вот эти члены, вот этот и вот этот, они не имеют права существовать, потому что это подразумевает, что можно там разбить на две группы, или взять скобку двух, а если у нас n равно единице, то есть, собственно, ровно одно условие, что d Фокшельда от этого самого у1 от гамма, там, вот, равно нулю. То есть, ну, у нас, в принципе, если бы был бы дифференциал и на левой части, то это было бы, что d там во второй алгебре Ли от у1 от гамма равняется у1 от d в первой алгебре Ли от гамма, но это у нас просто равно нулю по определению. Вот, то есть, грубо говоря, у1 у нас отображение комплексов. Вот, отображение комплексов, и мы требуем, чтобы это отображение было квазизоморфизмом. И если вот это квазизоморфизм комплексов, тогда у называется у линфинити квазизоморфизм. Вот, и мы построили такое вот у1, и, значит, оно было построено таким образом, что мы сказали, что у1 от гамма, если гамма это n поливекторное, ну, там, k, не знаю, как сказать вообще уже, какая тут, ну, пусть будет p поливекторное поле, вот, тогда, значит, у нас будет p функций, вот, fp, и это по определению мы положили, вот, мы построили. Потому что мы знаем некоторые канонические квазизоморфизм, которые вот выглядят так, что это единица на p факториал на гамма df1 на dfp. То есть это у нас, как бы, k поливекторное поле, а это p форма, p поливекторное поле, это p форма, они, как бы, друг с другом все эти компоненты внешне схлопываются, и получается, что это функция. Вот, и мы таким образом p функциям поставили в соответствии новую функцию. Мы показывали, что это будет кацикл Хокшельда, и мы показывали, что это вот отображение задает квазизоморфизм. Поэтому наша задача — это, как бы, продолжить это, да, вот, построить u2, u3, uk и так далее. Ну вот, и было, значит, предложено такая вот мотивированная математической физикой, и в некотором смысле такой способ, вот, строить u, n, значит, то это некая сумма по всем графам, которые принадлежат, там, тем, что называется допустимые графы, n, n. Вот, и тут, значит, мы строили w гамма на u гамма от f1, вот, u, n, если от гамма-1 гамма-n и от f1 fm, вот, вот, ну да, то есть мы тогда, значит, построили гамма-1 гамма-n, n, да, от f1 fm. Ну вот, и вот это некоторые, как бы, веса, вот это, это, там, комплексные числа, которые есть интегралы по конфигурационным пространствам. А это некоторые, вот, некоторые такие концепты, которые мы строили с помощью теории инвариантов тоже по графу. То есть, грубо говоря, тут строится тоже по графу. То есть по одному и тому же графу строится, значит, и то, и другое. Вот, и берется такая, как бы, сумма. Ну, давайте я, не знаю, просто, ну, как-то, я извиняюсь вот перед слушателями, которые уже ходили на все это дело, просто надо же что-то хоть напомнить, вот, для новых слушателей. Вот, ну вот, значит, речь идет о графах, которые называются... Ну да, тут вот пишут, что нужно написать, вот, еще сумма по m больше либо равно нуля, но если у меня тут стоит m функции, то уже... То есть, в принципе, вот, если я пишу вот так, вот, без f1, fm, то тут нужно написать сумму по m больше либо равно нуля, потому что у меня, ну, это может быть не обязательно однородное. То есть, если вот гамма-1, гамма-n фиксированы, то m тоже фиксированы, да? Но, в принципе, если они... ну, да, то есть, ну, m... Ну, то есть, нам же у нас есть требование, чтобы... Ну, если мы, конечно, предполагаем, что v – это чисто четное пространство, тогда у нас есть требование, что вот u n – это дегри u n равняется единице минус n. Это означает, что, ну, вот, дегри там правой части в комплекте Хокшильда – это m минус 1, значит, дегри левой части, степень левой части – это сумма, вот, если гамма... Вот, то есть, что это сечение от лямбда n и т, там, т, в, вот, как-то, да, вот так, наверное. Вот, то, значит, тут будет сумма n и тх минус... или каитое, давайте теперь будем каитое вверхное поле, тогда будет сумма каитах минус n, вот, потому что их... у каждого степень каитое минус 1, лифская степень, да? Вот, то есть, смысл в том, что вот, если вот я беру вот это и прибавляю вот эту степень левой части, и прибавляю единицу минус n, то это должно быть степенью правой части, то есть единица минус n. Нет, то есть m, да, то есть просто m минус 1, да, вот. Потому что m минус 1 – это, как бы, степень Кацепи-Хокшельда, зависящая от m-функций, вот, значит, сумма каитов – это минус n, это сумма вот лифских степеней вот этих всех поливертонных полей, и вот это сдвиг, который дается вот этот сдвиг. Вот, значит, прекрасно, и таким образом мы получаем нашу формулу, что сумма вот этих каитов равняется 2n плюс m минус 2. 2n плюс m минус 2. Ну, просто из того, чтобы мы хотим, чтобы это вот было бесконечность морфизма, чтобы было согласовано с гадуировками. Вот, и дальше мы, как бы, говорим, что, ну, вот мы хотим теперь с каждым графом, значит, мы сейчас определим, что значит с каждым графом, сассоциировать некоторый такой вот оператор. Значит, граф будет состоять из вершин двух типов. У него будут вот вершины второго типа, они будут располагаться как бы на прямой. И вершины первого типа, которые будут, ну, так, условно, располагаться на верхней полуплоскости. Вот, n они обозначаются. И, значит, у нас они… Ну, вот тут, давайте, чтобы не ошибиться, я просто продублирую определение. Определение, значит, вот, ну, мы, в принципе, не предполагаем пока, что столько ребер, хотя впоследствии мы это предположим. Вот, значит, пока m, n – это положительные, соответственно, целые числа. А, нет, даже, даже, да-да-да, да, мы предполагаем, что 2n плюс m больше либо равно 2. Вот. И, значит, вот, ребра, они ориентированные. И ребро, вот эти называются первого типа вершины, а вот эти второго типа. И ребра начинаются только в вершинах первого типа, в вершинах первого типа, но заканчиваться могут и в тех и других. Заканчиваются где угодно. Вот. Значит, нету, нет – это вот одно условие. Второе условие, что нет ребер типа вот VV, то есть из вершины в себя вот таких вот ребер нет. Ну, на самом деле, мы увидим, что нету и двойных ребер, но это мы потом увидим. Вот. И последнее, что назовем вот star V для вершины V. V – вершина первого типа. И назовем star V. Все ребра этого графа такие, что E равняется V, а тут что угодно. То есть, которые ребра, которые начинаются в V. Тогда star V должно быть упорядочено. Упорядочено. То есть, мы все эти вот… Вот есть какое-то конечное количество вот ребер, которые выходят из какой-то вершины V, и мы их все пронумеровываем для каждой вершины V. вот мы их называем там E1, E, K, ну, E, V, допустим, 1, так далее, E, V, star V. Вот. Ну вот, это все, в принципе. То есть, грубо говоря, основное тут, что эти ребра могут начинаться только в вершинах первого типа, вот, и, в принципе, ничего больше. Так, по большому счету. Вот. Ну и теперь, значит, мы предположим, что у нас количество ребер таки такое. То есть, количество ребер равняется 2N плюс M минус 2. Вот. То есть, такое, что вот он может быть соглас… Почему, значит, количество ребер должно быть согласовано, должно быть равно сумме арности вот этих поливертонных полей? Ну, мы это много раз объясняли, но давайте я что-ли напомню. Значит, смысл в том, что я хочу, как бы… Вот я сначала буду говорить про то, как вот этот вот оператор строится. Значит, это некая Хопшидовская коцепь. Вот. И она строится по теории инвариантов. То есть, каждое ребро, которое начинается, вот оно, ему соответствует стандартный инвариант в V умножить на… То есть, V со звездочкой умножить на V. Вот. Канонический инвариант. Вот. Он… Ну, вы все знаете, что это пространство, оно изоморфно-эндоморфизмом V, как GLV модуль, да? Модуль. Вот. Тут у вас есть единица. Вот. И вот эта единица, которая вот при этом изоморфизме дает нечто здесь, это инвариант. Ну, потому что единица инварианта вот здесь. Это коммутирует со всеми… Ну, тождественное преобразование коммутирует со всеми другими преобразованиями. Значит, оно и здесь инвариант, потому что этот изоморфизм, он канонический, он не зависит от базиса, да? То есть, он начинает V-эквариантинг по-любому. Вот. Ну, вот. И на самом деле этот канонический инвариант можно выписать вообще для векторного пространства. Если вы выбираете базис E1, там, E, N, и… Только это не то N и не те E. Ну, давайте, не знаю… Ну, F тоже слишком… Окей, E, S – это базис V. Вот. И если взять E1 со звездочкой, E, S со звездочкой – это базис в двойственном пространстве, тогда вот этот канонический инвариант записывается как сумма E, E, T, E, E, T со звездочкой по E от единицы до вот S и размерность V. Это S. Вот. И вот эта штука, она не зависит от выбора базиса, потому что, ну, потому что она соответствует вот identity при этом каноническому инварианте. Вот. И у нас, значит, теперь такая ситуация, что у нас вот в этих вершинах 1, 2, так далее, там, N, вот, которые на плоскости, у нас сидят вот эти поливекторные поля, вот, гамма N, и как бы у них есть вот, вот мы поливекторные поля изображаем в каком-то смысле вот таким вот образом. Вот это их нечетные аргументы. То есть имеется в виду, что вот поливекторное поле, что такое L поливекторное поле? Вот. Это там лямбда, ну, на векторном пространстве, на V. Но мы можем это написать чисто как полиномиальное, поливекторное полиномиальное. Вот. Это лямбда L, V на некую функцию, симметрическую функцию от V со звездой. Вот. Ну вот мы вот эти вот L нечетных переменах, векторных как бы, да, переменах, мы изображаем вот этими вот L выходящими ребрами. И мы теперь хотим вот от всех этих ребер, которые нечетные вот в поливерфных полях, как бы избавиться. Мы хотим их свернуть и получить в результате функцию. Вот. Для этого мы делаем, по теории инвариантов, мы вот рисуем граф. Вот, например, типичный пример. Это вот такой. Вот. Раз, два, два, два. Вот. Нет, вот не так, только вот так. Вот здесь стоит бивекторное поле гамма-1, и здесь гамма-2. И вот у меня есть вот такая вот картинка. Вот. Значит, бивекторные поля. Вот тут у меня два ребра выходят, и тут два ребра выходят. А тут стоят какие-то функции F и G. И идея, что я хочу по вот этим данным построить некую новую функцию. Вот. Которая вот есть как раз, вот если это гамма, то я хочу построить у гамма, вот гамма-1, гамма-2, от FG. Вот. Вот это некая новая функция. Ну, грубо говоря, идея заключается в том, что я хочу свернуть все нечетные перемены, и я это делаю в два этапа. Как мне объяснили, так понимать легче. Значит, вот. То есть на первом этапе я вот с каждой точкой, вот вершиной первого типа или второго ассоциирую некую функцию. А потом я все эти функции перемножаю. Это второй этап. Вот. Чтобы ассоциировать функцию, я на каждое ребро размещаю вот этот вот канонический вариант. V со звездочкой на V. Вот здесь там V со звездочкой на V. И так далее. Причем я как бы подразумеваю, что V со звездочкой, оно находится в начале, а V в конце. А с другой стороны, у меня вот есть поливекторное поле. Это вот лямбда V на, лямбда LV на симметрическую алгебру V со звездочкой. То есть вот идея в том, что я вот эти вот V со звездочкой и вот эти вот V хочу друг с другом спарить, как бы, чтобы их не осталось. Потому что вот это как бы, ну, подразумевается, что это вот должно спариться с нечетными переменами. Вот. Ну и в результате получается, значит, что у меня, если здесь стоит L, L поливекторное поле, у меня должно исходить L ребер. Тогда каждое ребро из L ребер мне даст вот эту V со звездочкой. Их будет тоже L штук, да? L штук. И я вот первым делом я вот эти V со звездочкой спарю вот с этими V. Получу число. То есть лямбда L, я использую, что у меня есть лямбда LV. Ну, я буду считать, что это симметрическое, то есть тоже кососимметрическое. Лямбда LV со звездочкой. Ну, можно написать тензорную, если хотите. Значит, вот это принадлежит, можно их спарить и получить комплексное число. Вот. После того, что я это сделал, значит, я использовал только то, что у меня стоит в начале ребра, то есть V со звездочкой. Я избавился от всех нечетных переменах в поливертельных полях. То есть уже на этом уровне у меня стоит, значит, вот в каждой точке стоит некая функция. Поливертельных полей уже нет. Но теперь я вспоминаю, что у меня еще есть V, которые есть в конце ребра. И эти V, они могут дифференцировать. То есть вот я могу симметрическую алгебру... Давайте я вот все-таки тут напишу не вот... Это не совсем, наверное, корректно. Я напишу тензорную V. Вот. Ну, понятно, что у него только есть одна, на самом деле, нетривиальная компонента, которая внешняя. Да? Вот. А тут есть, значит, спаривание симметрической алгебры, тоже, допустим, катой с тензорной катой степью V. Вот. И это тоже принадлежит комплексным числам. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, это означает, что я просто вот могу функции, вот если у меня где-то стоит какая-то функция, и в нее входит вот... Функция, значит, принадлежит симметрической алгебре V со звездочкой. И в нее входит несколько ребер, и в конце каждого ребра стоит V. И вот это V рассматривается как производная по направлению V, то есть это частная производная. Я вот все эти частные производные применяю. Таким образом, я окучил уже данные, которые у меня есть в начале каждого ребра и в конце каждого ребра. После этого я получил уже совсем хорошую функцию, стоящую в каждой точке. После этого я эти функции перемножаю, и то, что получится в результате, это вот есть мое вот это вот O-гамма от F и G. Просто я сейчас говорю быстро, но я это говорю уже, наверное, второй или третий, уже третий или четвертый раз. Вот. Поэтому я говорю быстро. Я, значит, прошу либо мне задавать вопросы потом, если что-то непонятно, либо... То есть, понятно, что если видите это первый раз, то, наверное, это воспринимать очень трудно. Но вот. Но я некий компромисс как-то, да? Окей? Вот. Можете меня спрашивать потом. Можно... Я пытаюсь написать, в какой лекции я об этом говорил подробно. И можете почитать, значит, вот статья Концевича. Значит, это вот... Вот это... Вот то, что я сейчас сказал про то, как эти дела строятся. Ну, тут вот это написано где-то... Написано... Значит... Написано... Где что-то это написано-то? Сейчас мы посмотрим, где... А, я говорил, по-моему, 6... Было... 6... Видишь, вот что-то я уже не могу найти. Где-то написано. Сейчас. Секундочку. Не помните? Вот я вам говорил на какой-то... Секция 5, может быть. Сейчас. Что-то я... Какой-то нашел язык, и я не вижу. По-моему, 6? 6. 6. 6. 3, да? 6. А, да, правильно, да. Как-то тут это быстро написано, действительно, да. Секция 6.3. Вот там это написано в больших деталях или в моих вот этих лекциях, в работе конце еще вот, которая тут об этом основная. Ну, вот. Ну, все. Мы как бы объяснили, что строится вот такая вот штука, и это некая новая функция, то есть вот это вот является концепью Хокшельда, зависящей от N функции. Вот. Осталось, значит, определить вот это дело. Оно определяется по тому же самому графу, и идея заключается в следующем, что у меня в графе 2M плюс N минус 2 ребер. Вот. В гамма, в том же самом гамма, о котором я говорил только что, 2N плюс M минус 2 ребер. Вот. Ну, и хочется каждому ребру каждому ребру сопоставить ребру, сопоставить один форму на некотором конфигурационном пространстве, которое сейчас будет определено. Это некое конфигурационное пространство, и его размерность равна, должна быть, да, то есть хочется каждому ребру сопоставить форму, потом взять внешнее произведение по всем ребрам E вот этих вот один форм, ну, не знаю, как их обозначить, давайте θE, вот это вот один ребру, один форму, θE, вот, и потом, значит, поинтегрировать по некоторому конфигурационному пространству. Ну, и так как у нас ребер 2N плюс M минус 2, то отсюда следует, что размерность должна быть тоже 2N плюс M минус 2. Вот. Ой. Ну, на самом деле, тут еще некий плюсик ставится в результате, ну, то есть получается немножко более, ну, там на самом деле строкая формула несколько, чуть точнее, там надо еще на какие-то факториалы поделить, вот, ну, то есть, но смысл, главная ее нетривиальность этой формулы, это вот в этих вот ребрах, один формах, которые мы сопоставляем ребрам. Значит, что такое вот это конфигурационное пространство? Сначала определяется пространство confNm. Это пространство, у которого есть пространство точек, N точек, значит, верхней полуплоскости, и M точек вещественных. Вот. Вот так. Значит, верхняя полуплоскость это Z такие, что ну, верхняя, мимая часть Z больше нуля, строго, а это вот вещественная, которая, грубо говоря, мимая часть Z равно нулю. Вот. То есть мы так это интерпретируем. Но это должно быть пространство, в котором точки, значит, разные. То есть Z это не равно Z житому и X это не равно X житому. Вот. Но это некое открытое такое пространство, не замкнутое. Вот. И мы еще, у нас будет еще одно пространство confN. Просто с одним N. Это будет пространство Z1, ZN, только уже не верхней полуплоскости, а во всей комплексной плоскости такое, что Z это не равно Z житому. Ли не равно G. Вот. Вот. Дальше, значит, у нас будет группа. Вот здесь будет действовать некая группа G2, а здесь будет действовать некая группа G3. Значит, вот G2, она действует так, она переводит Z в AZ плюс B, где AB вещественные и A положительные. Да, строго. Вот. А G3 это группа, которая такая Z в AZ плюс лямбда, где A вещественное положительное, как выше, а лямбда комплексное. Ну вот, то есть, так как лямбда комплексная, это группа трехмерная, а эта группа двухмерная. Ну, я так написал, я написал, как эта группа действует, но вы легко можете, естественно, написать что это за группа, как абстрактная группа. Вот, например, если у вас есть там вот A1 лямбда 1, то вы можете сказать, что такое A1 лямбда 1 на A2 лямбда 2. Ну, для этого надо просто взять любую точку Z, вот, написать, значит, сначала, что A1 от A2 Z плюс лямбда 2 вот, плюс ну, лямбда 1. Вот. И у нас получается A1 A2 Z, да, плюс A1 лямбда 2 плюс лямбда 1. Ну, вот, собственно, это и будет тогда равно, вот, как абстрактная группа A1 умножить на A2, а тут будет A1 лямбда 2 плюс лямбда 1. Ну, так непонятно, а так понятно, что это за группа, это группа, которая действует. Вот, она, значит, действует, и пространство, которое, вот, мне интересно, вот это вот Cnm, оно определяется, как conf nm, фактор по этой группе G2, а Cn определяется, как conf n, фактор по группе G3. Ну, вот, значит, размерность этого 2n плюс m минус 2, и мы предполагаем, что это всегда положительно, это мы предполагаем, и размерность этого, она равняется 2n минус 3, и мы предполагаем, что она тоже всегда положительна. Ну, вот, теперь, значит, мы на этих делах хотим рисовать формы. Вот это уже объяснить труднее немножко, потому что, ну, в принципе, ну, вот у нас была, значит, некая такая... А? Не понял. Нет, conf это не группа, conf это пространство. А группа на нем действует, а мы берем фактор по этому действию. Я не знаю, пишут как-то по-другому, помню, ну, имеется в виду, что это не фактор группа, а это как бы, ну, смежные классы, что ли. Но это тоже топологическое пространство, потому что группа действует свободно, там, трензитивно, в общем. Вот. Ну, да. Ладно, давайте я сначала скажу некоторый пример этой формы, а потом, значит, мы сделаем более общую форму. сейчас вот эта форма, в принципе, она не совсем однозначно определена. Можно вот одну какую-то выбрать. И вот это, а вообще это не обязательно такая, там было уже на курсе сказано, что это такое должно быть, ну, вот, в принципе, вот, и, ну, давайте, значит, я вот напишу одну какую-то. Вот если есть две точки, P и Q, вот, и вот есть ребро такое, вот как бы из P в Q, вот это ребро E, да, P может быть, ну, вот Q может быть и здесь, в принципе, если хотите, тоже может быть, Q-3. Вот. Значит, что делается? Мы проводим такую вот окружность, полуокружность, которая перпендикулярна вещественной прямой, так называемая геодезическая в плоскости Лобачевского. Вот. Значит, эта штука, вот эта полуокружность, вот, она имеет за... А тут проводим вот вертикальную прямую. И тут будет некоторый угол Фи. И мы берем просто Т, полагаем, равный ДФи. Но так как Фи определено, в общем, если точки по ИКу довольно близки, то там уже непонятно, что является по часовой стрелке, что против, поэтому это вот определено Фи с точки сюда 2П. Она не определена, но это не функция, это многозначная функция. Поэтому ДФи это замкнутая форма, которая вот неточная. Это понятна терминология, да? Точная замкнутая. Вот. Ну вот. То есть, вот это вот ДФи, мы, значит, определение Т равно ДФи. Вот. Заметим, что если наша точка П находится вот здесь, вот, то соответствующая для любого Ку, соответствующая окружность, она будет вот перпендикулярна, и поэтому вот этот вот угол, он, соответственно, равен нулю. Вот. И это очень важный, в общем, один из самых важных моментов, которые нам от этого угла нужны. Вот. А второй важный момент это поведение, значит, когда П и Ку наоборот сближаются. Вот если вот П и Ку очень близки друг от друга, то вот если это посмотреть через микроскоп, то эта часть окружности, она выглядит как прямая линия в первом порядке. Поэтому вот этот угол, то есть эта картинка выглядит примерно вот так. Вот. И угол становится просто эвклидовым углом. Эвклидовым, не углом в геометрии Лобачевского, а эвклидовым углом. Ну, потому что если две точки близки, вы можете как бы считать, что вот эта штука, она аппроксимируется довольно хорошо касательной, поэтому вы берете просто угол между этой касательной и вертикальной линией. То есть, грубо говоря, эта функция обладает следующими двумя замечательными свойствами, что когда две точки сближаются, она вырождается в эвклидов угол, и когда одна точка, причем именно первая, П, садится вниз как бы на вещественную прямую, то угол становится равным нулю. Вот, заметьте, что когда нижняя точка, когда нижняя точка садится, это не обязательно так, потому что если у нас, допустим, нижняя точка на вещественной прямой вот здесь, а П где-то здесь, мы же меряем угол с П, вот у нас вполне себе нетривиальный угол, а если вот П внизу, то тогда он равен нулю. Ну вот, ну в общем, более-менее я рассказал, значит, вот этот угол, но мы, конечно, уже развили некую общую более-менее науку про то, как такие вещи строятся более общие, и эта наука очень полезна для доказательства. Вот, и, собственно, там ключевым моментом было, что эти пространства можно компактифицировать. Вот, то есть их можно, значит, они не замкнутые, а их можно замкнуть и сделать компактными, и это будут так называемые многообразия с углами. Вот. Ну, очень много новой информации, ну, блин, надо было ходить. Я понимаю. Ну, в принципе, можно задавать вопросы, но можно и сейчас даже, но я просто понимаю, что это, ну, тяжело, конечно, вот так вот с первого раза, то есть к этому надо, тому, что я сейчас говорю, надо относиться как просто к такому беглому повторению того, что было на нескольких предыдущих занятиях. Вот. Вот. Так, отлично. Вот, так, все, значит, давайте теперь мы что-нибудь сотрем. Субтитры создавал DimaTorzok давайте, может, сделаем небольшой перерыв, минут пять. Ну, потому что иначе уже будет совсем много информации. Сделаем перерыв между новой информацией минут пять, а потом продолжим. Хорошо? Да, вот я вам, если вы все еще согласны рассказать про формулу Stokes'а для многообразия с углами, я вам, вот есть, я нашел лекции Конрада, и там очень все это понятно написано. очень... Так говорят, что Stokes'а верно? Или нет? Верно, да, но там только нужно определить, что такое граница многообразия с углами, что граница многообразия с углами, это уже немного... Вот. Так, значит, да, и, соответственно, вот у нас, в принципе, то, что... Я тут чуть более точную формулу написал, что вот конкретно, что вот этот W-гамма, оно определяется значит, чуть-чуть более хитрым, то есть, ну, примерно так же, но на самом деле вот оно равно произведение... Вот оно равно... Значит, сначала нужно взять единицу на вот этого star V факториал вот, и взять произведение по всем вершинам нашего графа. Потом нужно взять единицу на 2P в степени 2N плюс M минус 2 и потом нужно взять вот интеграл по CNM плюс значит, вот вот этот по всем ребрам и тут нужно взять D, FI, I. Вот это, то, что там было определено. А плюс вот этот означает, что мы считаем, что вот первая как бы вершина на плоском, на прямой вот это вот они так называются, которые на прямой 1, 2, там, бар, 3, а эти называются 1, 2, вот, что вот это меньше, чем 2, меньше, чем 3 и так далее. То есть, что вот этот геометрический порядок, он совпадает с их упорядочиванием, да, понятно? на плоскости мы же не знаем, кто больше, кто меньше, а тут знаем. То есть, мы берем как бы, мы берем в тех обозначениях, которые там написаны, интеграл, только по некому, вот это CNM+, это некое подпространство, вот, при котором X1 меньше X2 меньше XM, вот. То есть, вот по такому берем. Понятно, да? Ну вот, все, вот сейчас написана точная формула, там вот я объяснил чуть-чуть на, кто слышал на перерыве, что имеется в виду, что мы с каждым, с каждым ребром, вот у нас есть тут Z, там, ZG, например, это на самом деле и вот эти точки, да, то есть мы как бы вершины графа всеми возможными способами помещаем на верхнюю полуплоскость вот эту прямую. У нас оказывается, что вот это две точки плоскости и мы можем вот эту функцию написать φ от ZI ZG ну и потом взять от нее D. Вот это и есть вот то, что там написано. Ну хорошо, значит, теперь вот утверждается, что вот эти вот интегралы вместе с этими дифференциальными опера, вот этими U-гамма, они удовлетворяют каким-то замечательным вот соотношениям, которые на самом деле все вместе означают, что из свободной резольвенты там G1 у нас есть отображение в G2. Это забавно. Вот, значит, теперь как вообще вот тут есть одна вещь, которая совершенно необходима, которую я я в прошлый раз объяснял. Вот. Она, значит, связана с тем, что... Ну давайте я объясню чуть-чуть по-другому, чтобы даже тем, кто был в прошлый раз, было не совсем скучно. Давайте вот возьмем конфигурационное пространство, более простой пример. Конфигурационное пространство точек на этот сам, прямой. Давайте D его обозначим. Dn это значит фактор ну да, x1 меньше x2 меньше xdm, то есть будет m, xm вот, фактор по действию группы, которая состоит из x переходит в ax плюс b, где a вещественное положительное, b вещественное. Вот, тогда размерность равняется dm, равняется 2m, нет, m просто, минус 2. Понятно, да? Вот, теперь вот это некое открытое пространство, а теперь мы его значит хотим комплектифицировать вот, каким-то образом. То есть мы вот, например, ну вот если m равно 2m, то это просто точка. Точка. Если m равно 3m, ну то что это такое? Это значит вот у нас есть 3 точки, с помощью этой группы мы можем считать, что первая точка это 0, а вторая точка это 1, а вот эта точка между ними бегает, то есть третья точка 1, а эта между ними бегает, но при этом с ними не совпадает. Поэтому на самом деле у нас открытый интервал от 0 до 1. И вот мы его комплектифицируем и получаем замкнутый интервал отрезок от 0 до 1. И вот это будет комплектификация. Вот, но следующий случай, когда у нас 4 точки, вот это вот эти вещи, которые тут я рисую, они называются многогранники ста шифа. Вот, когда 4 точки, то ситуация интереснее уже. То есть это на самом деле труднее, наверное, написать, что это такое, но можно тоже считать, что это 0, это 1. Значит, тут у нас есть соответственно уже две точки, которые между 0 и 1 бегают. вот, x и y. Вот, x меньше, чем y. И мы должны вот это все дело, значит, каким-то образом это открытое пространство, мы его должны каким-то образом комплектифицировать. Но идея в том, что мы как бы разрешаем точкам слипаться, но когда у нас точки слипаются, то мы не в точку это все склеиваем, в которую они слипаются, а мы раздуваем эту слипшуюся картинку. То есть это означает следующее, что если у нас вот есть, кстати, очень глупо, что я почему-то не стал об этом говорить сразу, когда я говорил про эти комплектификации, потому что этот пример на самом деле проще намного. Вот, то есть если у нас теперь вот несколько точек, вот они сближаются друг с другом, вот, то мы можем как бы сделать следующее, мы можем про них забыть, нарисовать только вот одну точку вместо них, а другие оставить такие же. вот, допустим, то, что я тут говорю, это то, что у нас m равняется m1 плюс m2, где вот здесь у нас m2 точек слипается, а вот здесь вот, и вот здесь все вместе это m1 точек, да, вот в этих двух группах. Вот, я хочу, значит, вот, ну, глупая комплектификация была бы, просто, что я вот эту картинку, вот эту схлопываю в точку, и у меня получается m1 плюс одна точка. Вот, а на самом деле я хочу вот взять, то есть, то есть, сейчас. Вот, значит, здесь. О, да, то есть, глупая, глупый способ. У меня был бы просто c m1 плюс 1, да, я бы просто как бы забыл, что это у меня там m1 точек, m2 точек, я бы их просто схлопнул в одну точку и получил бы, она может двигаться сама по себе по этой прямой. Вот эти несколько схлопнутых точек как единое целое, как зомби такие, которые не могут друг от друга отойти, они могут двигаться все вместе как одна точка, да, вот, по прямой. У нас получается m1 плюс 1 точка. И это сказать было бы глупо, потому что на самом деле я теперь хочу взять прямое произведение вот этого дела на c m2, потому что когда я как бы рассматриваю вот эти m2 точек, я могу их, вот, которые сближаются, вот, я могу их раздуть в микроскоп, и у меня тоже будет прямая, на которой будет уже m2 точка. вот, и на самом деле это легитимная операция, потому что, вот, я использую свою группу, вот, ax плюс b, где a равно, где a очень велико, то есть, где a стремится к бесконечности, я могу изменять масштабы, то есть, я могу как бы слипшиеся точки считать не слипшимися, поэтому я могу как бы вот забыть про остальные точки, выбрать вот эту вот слипшуюся конфигурацию, и растянуть довольно большим a. У меня получится непредельная конфигурация с m2 точками. И вот я хочу как бы, ну, грубо говоря, геометрически, это означает, что я делаю раздутие вдоль каких-то диагоналей. Ну, если бы я работал не с векторным пространством, а с каким-то многообразием, даже вещественным, то мне бы пришлось говорить про некое раздутие. Но так как я работаю с векторным пространством, то я могу просто упростить себе жизнь и говорить про прямое произведение. Да? Хорошо? Вот, начнем, и вот у нас такое. Вот, значит, ну и как бы ситуация такая, что у нас может быть еще несколько точек, которые сближаются. Вот, например, вот эти. Ну, и тогда мне их тоже надо будет раздуть. Вот. Более того, значит, у меня вот в этих, которые я раздул, некоторые там могут тоже быть бесконечно близки друг к другу, и мне их надо снова раздуть. Ну, и так далее. Это некое такое дерево, то есть такой линейный граф как бы. Вот. Ситуация, то есть это, грубо говоря, есть... То есть ситуация такая, что у меня, чтобы описать вот это вот данное, все эти данные в целом, я хочу считать компактификацией. И в этом смысле у меня вот CM-бар, вот эта компактификация, которую я определяю, это будет объединение по всем деревьям, по всем деревьям планарным с N, M-листьями. Ну, и там будут разные деревья. Вот самое первое, самое такое максимальное дерево, это вот просто то, что называется по-английски корола. Я не знаю, как это надо по-русски говорить вообще. Коралл, корола. В общем, вот такое дерево, корола. Вот. Вот это вот самый простой случай. А есть более сложные случаи. Вот, например, вот такие. Вот. И заметьте, что вот здесь у меня четыре штуки этих листа, и вот здесь тоже четыре. Вот. Вот. То есть, а может быть еще что-нибудь посложнее. Может быть, вот, например, вот так, так, и тут еще вот эти два. Вот. Это тоже четыре. Вот. И так далее. То есть, вот, короче говоря, вот эти все вот вещи, что я там какие-то точки сближаю, вот рисую, вот они могут там дальше сближаться, дальше. Это получается картинка, комбинаторика которой, она нумеруется таким деревом. Но при этом каждая вершина этого дерева дает мне некое, вот если у меня есть, значит, некая вершина, и вот здесь вот, там, допустим, М штрих вот исходящих ребер, исходящих ребер, то я как бы делаю такой, как бы, ассоциирую с этой вершиной точку пространства СМ штрих. То есть, на самом деле, это вот дизюнктное объединение по всем деревьям СМ листьями, а тут стоит прямое объединение, прямое произведение по всем вершинам деревьям гамма, тут по всем вершинам этого гамма, и тут я должен написать С от стар от этой вершины. То есть, это прямое произведение вот таких вот СМ штрих по всем вершинам, да? То есть, например, вот такому графу, вот, если тут у нас М1, а тут М2, будет соответствовать соответственно что? М1 только вот, ну, ну да, М1, то есть, то есть, М1, вот, ну, это на самом деле М1 плюс 1, да, потому что вот это еще плюс 1, как бы, давайте я так напишу, М1 плюс 1, а это М2, то этому будет соответствовать СМ1 плюс 1 умножить на СМ2. Если у меня еще вот что-то тут есть еще М3, то это будет еще умножить на М3, ну и так далее. То есть, в общем, это будет прямое произведение вот таких вот СМ итых, которые нумеруются, значит, деревьями, и при этом каждому вершине я ассоциирую С с таким М, сколько исходящих ребер в этой вершине. Вот. Ну и в этом смысле у меня есть ситуации, которые уже дальше таким образом измельчать как бы нельзя. Значит, ну, то есть, когда я уже получаю замкнутую точку. Ну, так как мы видим, что вот в этом, вот, то есть, это означает, что все СМ иты, которые соответствуют вот этим вершинам, они должны быть замкнуты. Но у нас есть только одно замкнутое СМ, это когда М равно двум, это точка. Поэтому вот вещи, которые мы дальше уже не можем измельчать, это будут графы, у которых из каждой вершины исходят два ребра. Это будет точка, потому что С2 — это точка. То есть, тут уже будет только геометрия комбинаторика, то есть, этого графа. Вот. А дальше у нас будут между этими точками будут отрезки. Значит, эти отрезки, вот если есть две точки, эти отрезки соответствуют ситуациям, когда у нас есть ровно одна трехвалентная вершина. За отрезок это значит, что у нас в одной вершине сидит С3, а в остальных сидит С2. Потому что С2 — точка, а С3 — это открытый отрезок. Вот. И в этом смысле, значит, это ровно это и есть, да, и мы сейчас это напишем, сейчас мы это напишем. Не, ну этот пример, конечно, надо было с него начинать, поэтому, в общем, я думаю, что я это все повторил, вот только уже на этом примере, в этом есть какой-то смысл, потому что это намного проще пример. Ну да, и сейчас мы еще чуть-чуть, давайте тогда уже, может быть, об этом поговорим, потому что, ну, чтобы вот не грузить, по крайней мере, может быть, этой основной темы сейчас пока дальше, потому что, ну, в общем, короче говоря, значит, вот замкнутые там деревья, давайте, давайте вот я вот это все дело, вот, 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 давайте я напишу, что С, вот, М, бар, это объединение по всем вот деревьям, с М, вот, которые Г, 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 М, то есть, у которых М листьев, вот, и тут напишу, значит, произведение С по всем вершинам дерева Т, вот, и тут напишу, значит, С старое, вот, я, значит, просто сказал, что у меня есть вот среди, давайте я вот это вот обозначу С, С, Т, все вместе С, Т, то есть, это произведение, соответственно, по всем вершинам, вот, и вопрос тогда такой, когда СТ замкнуто? Ну, вот, ответ когда, тогда, когда, когда для любой вершины, вот, стар от этой вершины равен двум, потому что тогда у меня стар В, вот, тогда, тогда СТ, это произведение по всем вершинам, и тут будет везде стоять С2, а С2 это просто точка, ну, вот, что-то две точки по модулю двумерной группы, любые две точки вот этой двумерной группы, а Х плюс Б переводится в любые другие две точки, то есть мы получаем один вот этот класс, это будет точка, да, вот, а если уже хотя бы в одной вершине сидит три и более, то это уже не будет замкнутым, его надо будет дальше конфлицировать, вот, теперь, значит, вопрос, когда, да, когда замкнуто, и они, вот, и ответ, что только, когда размерность равна нулю, только когда размер, когда сумма вот размерности вот этим по В в Т, размерности С стар вот этому В равно нулю, причем могло бы быть и не так, но просто это, вот, в той ситуации, которую основная для нас, вот, этих конфигурационных пространств СНМ, там будет чуть сложнее, там не обязательно размерность 0, там и в размерности 1 будут, когда вот эти окружности, они тоже замкнуты, а вот в этой ситуации у нас замкнута только размерность 0, вот, теперь, значит, когда размерность будет равна 1, давайте посмотрим, когда размерность, в следующем случае, СТ равняется 1, ну, понятно совершенно, что у нас размерность С3 равняется 1, вот, поэтому у нас это будет отрезок открытый, поэтому у нас, значит, СТ равно 1, тогда и только тогда, когда, тогда, когда, когда, тогда, когда все вершины Т двухвалентны, кроме одной, кроме одной, которая трехвалентна, трехвалентна, да, и тогда у нас граф выглядит примерно вот так, что вот у нас есть, значит, вот одна трехвалентная вершина, а остальные двухвалентные, вот, вот, например, такая ситуация, тогда у нас будет С2 на С3 на С2 на С3, в результате это будет С3, но при этом еще будет навешано много точек, и они, в принципе, все будут разные для разных деревьев, ну, разные точки, разный интервал, то есть, вот, и, значит, дальше я хочу нарисовать картинку, вот как выглядит, например, значит, вот у нас действительно, вот мы знаем, что С3, я сказал, что это, ну, замкнутый отрезок должен быть, то есть, из открытого отрезка я должен получить замкнутый, ну, и действительно, у меня есть вот в С3, вот, два таких, вот у меня есть вот самые старшие размерности страт в С3, вот, я буду страты называть, вот эти куски СТ, я буду называть страты, да, вот, вот есть страт самой старшей размерности, у него размерность равна единица, и я могу его как бы двумя способами вот так вот разбивать на две группы, но тут у нас очень мало возможностей, я могу получить вот такое, да, и могу получить вот такое, и все, вот это, это там вот, вот здесь будет С2 на С2, и тут будет тоже С2 на С2, они все уже имеют размерность 0, и вот это вот и есть вот эти вот две вершины, которые я добавил, одна это вот такая, другая это вот такая, ну просто я говорю, как устроена такая модификация, немножко, конечно, надо, тут остается некое белое пятно, конечно, надо объяснить, почему все это вместе действительно там склеивается в топологическое пространство, сначала надо понять, о чем идет речь, правильно, да, вот, вопросы есть на эту тему? Не, ну, может быть, что-то можно сформулировать, тем не менее, попытаться, какой-нибудь очень глупый вопрос, или умный, или какой угодно. Ну да, у этого, у этого вот СМ, у него есть много предельных конфигураций, они могут иметь, соответственно, корразмерность 1, 2, 3, до М, и вот мы хотим все вот эти предельные конфигурации к нему приклеить, и объединение всех этих предельных конфигураций, это и будет то пространство, которое мы получаем как компатификация. Они кодируют вот эти, да, предельные конфигурации, и они все имеют разные размерности, да. Понятно, да? Да. Давайте нарисуем вот когда С4. Вот С4 это уже сложно, ответ будет вот такой. Это называется многогранник Сташево. Видите, сколько у нас вот это вот? Вот здесь у нас стоит вот такая штука. Это вот основная клетка, это когда вот такой граф. У нас есть еще 5 ребер, и есть еще, значит, вот 5 вершин. Значит, кто у нас стоит на этих ребрах? Мы должны, соответственно, вот взять 4... Ну, мы можем получать вот такие графы, да, вот, а можем получать вот такие, когда здесь 2, а здесь 3 где-то. Вот таких у нас 2 штуки, 2 штуки, да, а таких у нас 3 штуки. Потому что это планарные деревья, то есть мы знаем, кто у нас левый, кто правый. То есть вот здесь мы можем эту штуку посадить вот эту сюда, сюда и сюда, получается 3 графа. А тут мы можем ее посадить сюда и сюда. Получается, значит, 2. И вот это вот 5 вершин, которые мы можем получить. 5 ребер, да, извините, 5 ребер, да. Вот у нас 5 ребер. А теперь у нас есть еще вершины. Вершинах их тоже 5. Это, значит, такие вот бивалентные уже образования. И вот, например, одну и ту же вершину можно получить как границу, ну, вот как границу и такого, и такого. Вот, например, если мы раздуем этот граф вот в этом месте, то мы получим вот что-нибудь такого типа, да. Вот. А дальше у нас вот здесь, значит, вот в этой ноге, вот здесь вот это вот это вот, у нас сидит ее два вот этих ребра. То есть мы как бы раздуваем вот эту вершину. Вот мы получаем такой граф. И тот же самый граф может быть получен, как, например, какая-то, наоборот, граница вот такого. Например, когда мы раздуваем вот эту штуку, да, вот мы получаем, ну, например, вот, ну, может быть, не буквально вот это, ну, вот что-то такое, да, можем получить. Почему нет? Вот так, да. Вот, пожалуйста, вам то же самое вообще. Не, не совсем то же самое, ну, почти... А, нет, то же самое, да. Вот такая же штука, вот это и вот это. Только тут мы раздуваем вот эту вершину. Вот мы ее раздуваем в три ребра. То есть получается, что вот это вот конфигура... То есть ситуация такая, что вот это, это некоторый вот интервал, вот то, что вот этому соответствует, вот этому это тоже некоторый интервал, и у них есть общая вот вершина. Это вот это, и вот эта вершина, это вот такой вот граф как-то, да? Понятно, о чем идет вещь? Вот на экране всегда, чтобы там порядок вершин может быть. Ну, тут у нас автоматически есть, потому что у нас все они как бы напрямую, и мы рассматриваем только, когда первое, меньше второе, меньше третье. В чем, ну, в игре не скажешь, вот там вот, значит, ребра не полный, разница, не такими графиками стополитными движениями. То есть там вот у нас три ребра одного, два два два. Да, это все совершенно одинаково, да. Нам не важно. Они, они не различимы комбинаторно, ну, как они, конечно, разные, но нам уже нужно в детали отдаваться. Например, вот одна и та же вершина может быть как бы границей как ребер одного типа, так и ребер другого типа. И вот пример это показывает. А что соответствует, если я возьму вершину, по этой вершине, то что же там? А минимум два должно быть. СМ, где М больше либо равно двум. А если меньше, чем двум, если М равно единице, группа уже действует не просто транзитивно, это уже такой как бы стэк получается. Да, мы рассматриваем М всегда больше либо равно двух. То есть если М меньше двух, эта ситуация называется нестабильной, и мы ее запрещаем как бы. То есть самая вот предельная ситуация, это когда они все тупо двухвалентные. Но при этом комбинаторика дерева, может быть, конечно, их много разных. Ну, вроде должно быть понятно, мне кажется. Понятно более у меня, что происходит? Вот. Ну вот, да. То есть, знаешь, вот у нас... Ну, можете там нарисовать. Вот там на самом деле можно просто... Ну, наверное, надо начать с... Ну, вот надо просто... Ну, как упражнение. Можете вот просто нарисовать, какие деревья, какие вот деревья соответствуют вот в данном случае ребрам и вершинам. Ну, понятно, что это не совсем однозначно, это можно вращать вот так вот. Но с точки зрения такого вот вращения всего вместе, это уже однозначно. То есть если мы, например, назовем вот эту и вершине, поставим что-нибудь в соответствие, вот, скажем, вот в такую вот, скажем, штуку, вот, ну, например, да, то тогда уже всему остальному поставится... Ну, вот, например, вот что мы видим, что вот мы можем вместо таких как бы раздутий говорить наоборот про стягивание. То есть вот эта штука, вот этот граф, он получается раздутием из двух графов, у которых, значит, есть одна трехвалентная вершина. И понятно, что чтобы таких графов получить, мы можем либо вот это ребро стянуть, либо вот это ребро стянуть. Поэтому одна из этих должна... Ну, ну, да, то есть одна из этих, это должно быть вот такое, да, а вторая должна быть наоборот вот такое. Вот. Ну, вот, и дальше мы теперь смотрим. Окей, давайте возьмем вот эту. Значит, одна его вершина, это когда мы вот это ребро, значит, раздуваем. Ну, а вторая вершина, мы тоже его... Да, то есть эту вершину раздуваем. То есть мы ее тоже можем раздуть, но мы ее можем раздуть другим способом. Мы вот можем здесь написать, значит, вот это мы оставим так же, вот этот фрагмент, а тут напишем, что мы напишем. Давайте поглядим. Ну, вот, например, вот так. Да? Правильно я говорю? Правильно я говорю. И это будет другая сущность. То есть вот тут я вот это вот ребро как бы соединяю, получаю вот картинку, а тут я вот это ребро, это самое, получаю ту же самую картинку. То есть вот получается, значит, нет, вообще, в принципе, это все надо... Это не очевидно, вообще говоря. То есть это некая комбинаторная там теорема, что действительно, вот если я могу определить, то есть то, что я могу сделать как бы, ну вот, непосредственно, я могу определить то, что называется пассет, то есть частично упорядоченное множество. А именно я могу сказать, что на вот этих планарных деревьях с N-вершинами есть структура частично упорядоченного множества, где одно там дерево меньше другого, если оно получается итерированными раздутиями, одно из другого. Но тот факт, что, вот как тут написано, да, как нарисовано, но тот факт, что все это вместе собирается в некое многогранник, некое стягиваемое пространство, вот этот пассет, это же не для любого частично упорядоченного множества верно, это уже некий нетривиальный факт. Я его сейчас не доказываю, да, но его надо доказывать, конечно. Ну вот, ну то есть понятно, да, вот что, вот, например, вот это и вот это, и оба являются там границей вот такого и так далее. То есть я могу, или не совсем понятно? А? Сейчас, сейчас будем, сейчас еще раз расскажем, почему нет-то. Вот, давайте расскажем. Значит, вот давайте мы все выпишем, значит, вот у нас есть, значит, давайте вообще просто выпишем все эти графы. Я думаю, это будет очень полезное упражнение. Вот, давайте мы этим займемся. Вот, у нас, значит, есть размерность 2. Размерности 2, вот мы говорим о С4, да, в размерности 2 у нас есть только один граф, это вот такой. Это понятно, да? Это все, это вот С4 и есть. Это открытое пространство, вот оно и есть, С4. Понятно? А? Нет, нет, у нас вот это дерево, вот это наше Т. У нас одна вершина, ну вот есть, то есть у нас вот, вот это наше дерево. Вот у нас здесь 4 выходят, вот стар от В, вот есть единственная вершина, листья мы не считаем вершинами, это вот я забыл сказать. То есть у нас здесь стар от В, оно равно 4, вот поэтому мы пишем просто произведение одного С4, других вершин нету. Листья по определению не вершины. вот значит теперь дименшин 1 но вот как подсказывается вот картинку у нас должно быть пять графов да вот где меньше значили мы знаем что это одна вершина должна быть трехвалентная 1 или больше там 2 хвали ну 1 уже по-другому не получается вот мы их все нарисовали вот значит такое 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 вот такое и такое вот вам пожалуйста все верши вот вот здесь значит будет соответствовать c3 на c2 ну везде будет на самом деле но где-то можно написать c3 на c2 а где-то вот сейчас вот это тоже c3 на c2 но это можно написать например c2 на c3 если сверху считать но это неважно в общем как пространство одно и то же вот это все наши одномерные как бы страты в том что мы хотим получить на этом месте понятно или нет размерность она вот если у нас т вот мы ему ставим соответствие произведения по всем вершинам кроме листьев да и тут пишем кроме листьев я лучше кроме листьев листья это вот эти концы до называются листьями и тут я пишу c вот старые вот тогда значит размерность это по определению вот ct ну c размерность этого ct это просто по определению сумма по всем вершинам вот размерности вот этих c старые то есть это соответственно просто сумма по всем вершинам вот количество вот этих старые минус 2 вот ну в каждую каждая вершина у меня вот в ней лейбл стоит этого . моего вот это то есть это как бы графы у которых вот тоже за лейбл до града то есть у него с метками помечены наверно просто сказать и вот эти вот метки это на самом деле они элементы топологических пространств это точки вот этого конфигурационного пространства у нас в каждой вершине пространство меток имеет какую-то размерности я теперь все вот эти размерности складываю вот результат я получаю называю размерностью вот дерево страта соответствующего деле понятно да ну поэтому значит вот я и говорил что значит у нас видите вот если мы как бы если у нас в пределе вот каждый стар от в равен двум меньше двух мы запрещаем вот то получается что нас будет сумма нулей поэтому это значит получается что это вершины точки когда у нас вот например одно из них равно 3 остальные двум у нас получается одно равно единица за вычетом двойки остальные значит нулю и так далее да понятно почему штах что вы имеете ввиду я не очень понимаю нарисуйте я не очень понимаю ну правда даже у нас тотального получилось не 4 опять у нас количество листьев у нас вот м то есть т.н. тут написано надо написать т.м. где т.м. имеет м листьев то есть количество листьев она фиксирована и равно вот этому вот 4 там или м комфортификацию которого мы строим а в том что вы нарисовали их уже получается 5 вот поэтому это не подходит понятно да дальше еще раз ну в принципе мы можем конечно ну рассуждать как как геометрически мы можем вот у нас таким образом вот все вот эти графы ну да есть конечно вот вот те о которых собственно вот когда можно их как то так тоже их тоже должно быть пять штук в общем мы же решили упражнение выполнить вот значит окей значит теперь то же самое на второе да на это и на вот это вот 4 а еще одна получается вот так вот пожалуйста вам 5 вершин вот ну и теперь да вот вот понятно что вот все вот эти выписано 11 множеств вот вот это 5 этих и 5 этих понятно что на этом отношении на этом множестве есть отношений частичного порядка то есть когда у вас и одно является там вы рождением другого но или вы можете сказать что одно дерево там получается из другого раздусь им или там наоборот вот вы делаете у вас есть отношение порядка но дальше вы можете как бы спросить себя склеивается ли это отношение порядка в некоторые imparator ну вот это не надо доказывать Это, на самом деле, не совсем тривиальный результат, но мы сейчас этим не будем заниматься. Просто я обращаю внимание. Да, 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 реализация нерва. И так как в этой категории есть, как вы понимаете, там минимальный или максимальный элемент, то этот нерв будет заведомо стягиваем. Не, но если есть минимальный элемент, почему не будет? Нет, в смысле, я имею в виду, что любому пассету можно поставить соответствие поликостранства, но на него нельзя. Ну, вообще, в принципе, вы не совсем правы. Это же не совсем нерв. Почему это нерв? Нет, для пассеты можно поставить, допустим, для... Можно, да, но это будет не совсем это, по-моему. Но если взять для графа, взять кем-то пассеты... Да, но у вас есть, значит, у вас морфизм – это вот то, что один граф меньше другого или там больше. Тогда у вас есть цепочки там морфизмов какой-то длины. А, ну, в принципе, да, ну, это... Ну, вы почти правильно говорите, только, ну, все-таки... Ну, понимаете, дело в том, что... Ну, да, то есть... Ну, нерв, он скорее какими-то такими флагами задается. Он задается, вот, например, нерв у нас вот, может быть, там такой морфизм. Вот это отображается, допустим, вот в это, а это отображается еще вот в такое, да. Вот у вас... Вот это является, значит, уже... Нет, не так. Не так, а вот так, да. Нет, тоже не так. Сейчас. Окей. Вот так. Вот, вот это у вас, пожалуйста, вот два последовательных морфизма в вашей категории. Это должно сдавать элемент нерва. Ну, тут вы как бы в каком-то смысле... Два клетка. А? Это два клетка. Два клетка, но в вашей... Ну, короче, понимаете, вы... Ну, это очень близко, но это все-таки не совсем то же самое. Ну, потому что та же самая два клетка, но вы можете там по-другому вырождать. Но у вас два клетка одна в многограннике стажев. Это надо двойственное. Ну, что-то двойственное, да. А вы понимаете, как это вербализуется? Вот я не очень понимаю. Какая-то должна быть такая двойственность вот на этих делах. Ну, я просто потому что, если у вас, значит, подставить, то всегда можно поставить соответствие. Нерва, да. Всегда можно ставить соответствие нерва. А дальше вот что-то двойственное такое. Двойственное тоже самое. Но он просто не двустя. А что такое двойственное по определению? Ну, значит, большим следом ставить соответствие... Точки? Ну, да, да, да. Если они имеют общую границу, значит... Ну, да, да, да. Ну, да, да, понятно, да. Ну, вот, да, да. В общем, вот такая, ну, по крайней мере, картинка понятна уже, я думаю, сейчас, да? Понятно? Ну, или мы должны были выполнить упражнение? Давайте мы уже выполним. И вот, оно будет на видео, можно будет посмотреть там, в конце концов. Вот, давайте нарисуем вот пятиугольник, которым в старые времена рисовали знак качества, да? Это была какая-то такая штука, это был советский знак качества. Пятиугольник, и в нем что-то типа пионерского галстука. Вот, значит, тогда у нас вот здесь соответствует вот такое. Вот, давайте мы попробуем вот здесь, например, напишем просто чисто из головы какой-нибудь граф. Вот такой, например, вот. Ну вот, тогда, значит, у нас какие будут тут его врождения? Будет вот такое. Вот, это когда я вот эту вершину вот так стягиваю, а тут будет, когда я, соответственно, лишнее. Да, вы правильно говорите, что-то лишнее. Да, и что же мне делать, чтобы его не было? А вот тут лишнее, да? Нет, сейчас, я что-то вообще не то нарисовал. Значит, давайте нарисуем то вот так, а тут вот так. Вот это, и стягиваю я вот это. Вот это вроде правильно. Да? Правильно. Да. Вот, а тут я должен, значит, взять второе, которое я могу стянуть и получить то же самое. Значит, что это у меня могло бы быть? Да, то же самое слева. Правильно. То есть, вот так. Вот тут я рисую вот это, а тут еще вот так. Вот. И стягиваю я вот это вот. Понятно, да? Что я получаю то же самое. То есть, вот, да. Теперь, значит, я вот, чтобы понять, что я напишу тут, я должен сказать, что вот этот же граф получается раздутием какого-то еще ребра. Ну, понятно, что вот этого. То есть, я должен нарисовать что-то вот здесь, что-то типа вот такого. Раз. Раз, два, три. И тут вот так. Вот. Вот это будет вот это ребро. И одна его граница, это будет, когда я раздуваю вот эту штуку, и я получаю вот такое, да? А тут я хочу нарисовать вторую границу. Значит, вторая граница, это я раздуваю, соответственно, вот получаю тут вот такую вещь. Раз, два. Два. А тут вот так. Вот. Вроде правильно. Я вот этот вот отрезок, значит, вот сжимаю, получаю то же самое. Вот. Теперь, значит, вот здесь вот я рисую некоторое, значит, ребро, то есть с одной трех, этой, двалентной вершиной, вот, которая, у которого вот эта штука, ну, другого, вот, да, которая другая, неравная вот этой, у которой есть вот, эта штука тоже является границей. Ну, и что же это у нас такое? Давайте нарисуем. Ну, я бы думал, что, что это у нас, что это вот какая-нибудь вот такая вот вещь. Раз, два. И тут раз, два. Правильно? То есть мы можем вот это вот ребро, вот это, вроде правильно, вот это вот ребро, мы когда сколлапсируем, мы получим вот такую штуку. Вот. А у него есть, значит, соответственно, вторая вершина. И это вторая вершина, это другое, ну, раздутие. Это вот что-то типа вот такого. Раз, два, раз, два, два. Вот. Пока все сходится, нет противоречия. А то я как-то так не по бумажке же селаю. Вроде понятно, да, что происходит. Вот. Теперь, значит, я хочу вот эту штуку понять, какая, вот, значит, одна это вот это, это когда я вот это ребро сколлапсировал, а другая это вот это. То есть должно быть, значит, вот, судя по всему, вот такое. Пока его не было еще? Не было. А, нет, было, вот оно. Сейчас, видите, получилось противоречие. Значит. А, ну, потому что я тут нарисовал то же самое. Вот это и вот это у меня тождественно равны. Я неправильно нарисовал вот это, потому что надо другое нарисовать. Которого еще не было. А которого еще не было, это вот, собственно, вот это вот и есть. Вот такое. Вот если я вот это вот ребро коллапсирую, я получаю тоже вот такой вот граф. Вот. Тогда здесь я опишу, значит, другую какую-то вещь с одной трехвалентной вершиной, которая не вот эта. Но раз не вот эта, это значит, я могу вот это стянуть. Получается раз-два, раз-два, вот так. Правильно? Ну и теперь, значит, остается немножко. Вот. Значит, это какое-то другое его вырождение, которое вот есть такая вершина, а есть, значит, есть вот такая. Раз, вот сюда. Такая. Раз. Раз-два. Раз. Раз-два. Раз-два. Вот. А, нет, слишком много получается. Да, слишком много. Сейчас. Значит, вот другое, значит, это когда я вот, тут я вот это, вот тут я вот это, значит, коллапсирую, то есть вот так раздуваю. То есть сейчас, а тут, да, а тут, значит, вот. А, то есть, значит, это должно быть вот так. Так, так, раз-два и раз-два. Вот это вот подходит. Его должно, я думаю, что его, скорее всего, еще не было. Было что-то похожее, но в другую сторону. Ну вот, и теперь мы должны заметить, теперь все должно сойтись. То есть мы должны заметить, что вот эти две являются границами чего-то одного. И, значит, чего? Ну, казалось бы, что вот такого. Ну вот, вам картинка. Знакогранник стажа. Вот смысл того, что происходит какая-то вот такая вот вещь, но вообще то, что она происходит, это надо доказывать, конечно. Но качественно происходит вот такая. Понятно, да? Вот теперь мы хотим, в принципе, мы хотим то же самое применять вот к нашей ситуации, когда у нас не одномерные точки, а такие как бы более многомерные. Ну, давайте, может, сегодня я уже, давайте я одно только начну это говорить. Ну, или мне говорили, что нужно полтора часа рассказывать, а то тяжело, да? Давайте тогда, может быть, мы сегодня действительно оборвемся. И получалось, что и так уже час сорок пять, если считать пять минут. А, ну мы еще позже начали. Ну, хорошо, час тридцать пять. Вот, и тогда мы в следующий раз уже продолжим. Значит, я постараюсь сегодня вечером написать, вот в каких лекциях было то, что было в начале, да? Ну, две, две я укажу лекции, которые было бы желательно посмотреть к следующему разу. Хорошо? Ну, все, давайте. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...